Тренировочные спарринги Тренировочные спарринги Видеокурс техника удара в муай-тай Изучи технику удара руками, ногами, локтями, коленями И отправляй всех в нокаут Ссылка в описании под видео Итак, мы приступаем к спаррингу В общем, прежде всего, конечно, я хотел, чтобы ты рассматривал этот спарринг Чисто с тактической точки зрения для себя То есть, когда работаешь с большим таким крупным соперником, да, или в ринге, или, наверное, для тебя это более актуально в целях самообороны, так как в ринге понятно, что есть весовые категории на соревнованиях, и на соревнованиях так не может попасться, чтобы, да, такой небольшой мальчик, как я, встретился с таким 110-килограммовой машиной, 195 сантиметров роста. Да, поэтому в целях самообороны все может быть, и здесь прежде всего тактически можно этот момент для себя уяснить. Значит, самая главная первая задача это не входить в клинч с таким бойцом, потому что, соответственно, вес разный, да, и если он уже захватит где-то голову, прижмет к себе, то очень тяжело будет выбраться с клинчей, что-то вообще сделать, так как колени работают очень низко, и чтобы достать до ребра, надо высоко очень бить. Ну, в общем, я думаю, объяснять не надо, что, а на улице, если это дело обстоит, то вообще при работе в клинче такой здоровяк просто бросит на землю, сверху ляжет, и на этом все кончится. Поэтому мы работаем с дистанцией, стараюсь удерживать его фронт-киками, то есть работать фронтами вначале, немножко придержать, не дать этому напору стартовому, да, стартовой агрессии войти. Поэтому нужно ножками, фронтами немножко придерживать, и, соответственно, точечно работать четко руками. Также можно это делать серийно, но лучше работать как бы один-два удара, и опять-таки разрывать дистанцию, чтобы не провалиться где-то, и не дать себя забрать в клинч. Вот такой первый насыщенный раунд. Мой оппонент подсел, очень сильно так подустал, поэтому здесь работаем смена пошла оппонентов. Вышел новый ученик, я работаю с ним, в ринге остаюсь. Ну и здоровяк наш пошел отдыхать для того, чтобы иметь силы в следующем раунде хорошо поработать. Моей целью не было, соответственно, как вы понимаете, забить там, побить, победить. Это тренировочный спарринг, где мы просто спаррингуемся, я даю ребятам набраться опыта, своим ученикам набраться опыта. Да, так как, конечно, этот ученик чуть-чуть меньше уже ростом, и по весу меньше, поэтому задачу для него я ставил работать вторым номером. То есть его задача сейчас была разрывать дистанцию, я чуть-чуть поддавливал, поддавливал, стараясь работать небольшими сериями, адаптировать его к защитным действиям, не влаживаться особо, но и по явно открытым местам показывать точечными хорошими ударами, что защиты там нет. Ну, оператор у нас немножко руками суетит, поэтому сразу за видеосъемку хочу извиниться, да, ребята после спаррингов, то есть один снимал, второй спарринговался, потом менялись. Поэтому после первого раунда уже видно, что руки трясутся, и качество съемки, конечно, не такое, как должно быть. Здесь у нас такая работа, показываю, в печень удар, который прошел. Очень хорошо это дорабатывать, когда видите, что противник уходит в глухую защиту и высоко поднимает локти, сразу старайтесь работать через корпус. То же самое, вход с дистанцией с коленом и сразу клинч. Работаете в клинче, не надо обязательно, да, пару ударов на голову коленом можно делать, и дальше надо дорабатывать по корпусу. Второй раунд у нас с моим здоровяком. В этом раунде, в начале раунда я решил дать ему немножко поработать, чтобы он побросал ручки, почувствовал работу. Тоже хорошо, как видите, работает сериями 2-3 удара. В принципе, я очень доволен, как он работает в спарринге, учитывая то, что у него всего-навсего месяц тренировок. Он всего у меня месяц занимается, уже через месяц такие хорошие-хорошие результаты. Но это сам как бы напрыгнул, да, пошел на меня с коленом и на мое же колено напрыгнул. Старается работать, как видите, рука, нога, все правильно. Если мы рассматриваем это все с точки зрения моей, да, вот только что боковой четкий зашел, просто ручка вылетела и попала ощутимо. Для него это было очень ощутимо. Если пойти дорабатывать, можно быстро доработать после таких ударов. И опять-таки, если мы рассматриваем тактику против больших таких, да, бойцов в целях самообороны, вот опять, когда идет вперед, нужно встречать фронтом и обрабатывать переднюю ножку. То есть без накладок, если четко, сильно бы я вложился, там, 2-3 удара, я думаю, ногу ему обсушил бы наглухо. Поэтому в целях самообороны это бы хорошо сработало. Только что даже хайтик зашел правой ногой. И, конечно, аккуратно работать против его ног. То есть я все время держу дистанцию вот эту и жду, жду. Я жду от него 10, чтобы входить мне первым номером довольно тяжеловато, так как руки у высокого бойца длиннее, ноги длиннее. Поэтому я вот жду этих моментов, когда он выбросит руку или ногу. И отсюда работаю или навстречу, или с контратаки после разрыва. Стараюсь чуть-чуть разорвать дистанцию, провалить его и дальше войти со своей атакой. Вот опять клинч, попытка коленей, но это уже вязкая такая очень работа получается. И вот при ударе фронткиков, кто не понял, я пробил фронткик, но напарник держал блок и получилось пяткой удар сверху в бедро. Очень ощутимо. Для него это было очень ощутимо. Как бы такие косвенные действия, то есть последствия ударов, они очень ощущаются. Когда бьешь фронткик и попадаешь пяткой в бедро, или еще такие разные моменты, но они дают неожиданный эффект и очень такой полезный. Мы снова работаем. Цель этого оппонента работа вторым номером, поэтому так идет. Здесь уже я немножко стараюсь с ним играться, показывать какие-то такие интересные удары, заставлять его защищаться от разных ударов, от хайкика с переходом в фронткик. Здесь такая попытка торнадо. И дальше сразу работа в клинче. То есть в клинче можно доработать дальше локтями. Конечно, мы локтями сейчас не били, но можно в этом все. Когда держишь хороший клинч, пару коленей, конечно, уже нужно дорабатывать локтями, так как противник полностью стоит уже согнутый. Делай, что хочешь, называется. Разрывается. Опять-таки, прыжок. В чем как бы суть такого сокращения дистанции, там бить колено в прыжке? Вероятность того, что ты его попадешь, невелика. Тяжело попасть, потому что противник видит, что ты идешь в прыжок, да, разрывает дистанцию. Но ты потом можешь сразу забрать в клинче и доработать коленями. Вот как бы основной смысл этого. И концовочка тут уже просто забиваю. Выставляет блок, пытается отталкивать фронтами. Мне это не нравится, и я высекаю. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, жми колокольчик. Подписывайся на мои соцсети. Там я вылажу интересные видео. Настойчивости в тренировках.